Страну в конце лета взбудоражила новость. Один известный ритейлер завышал стоимость товара. На некоторые позиции на отбавки превышали 130%. За попытку нажиться на людях сеть была оштрафована почти на 16 тысяч рублей. В Бобруйске за этим особый контроль. В торговом центре на Максима Горького парламентарии обращают внимание не только на стоимость, но и на ассортимент, качество, сроки хранения. Не последнюю роль играет и мнение покупателей. А за какими продуктами в магазин приходится? За всеми. Начиная с черного хлеба, люблю черный хлеб, натуральный, жито. Вас устраивает цена на него? Цена устраивает. У меня пенсия нормальная. Проверяют то, что в приоритете – молочку, крупы и овощи. На полках обязательно должны быть представлены социально значимые товары. К слову, с января во многих торговых сетях действует 10-процентная скидка для пенсионеров, инвалидов, многодетных, малообеспеченных, а также тех, кто получает ежемесячное пособие. Каждый день оформляют. У нас каждый день есть приобретения по ним. Люди оформляют, пользуются. Факция у нас работает. У нас есть целый отдел маркетинга в городе Бресе. Занимается целая команда этим. Поэтому у нас все товары социально значимые, обозначены ценничками. Крупные торговые сети, выбор не случайный. И магазины в шаговой доступности с известным брендом и широким перечнем привлекают покупателей. На этом и могут сыграть владельцы. В месяц надбавка не должна превышать 1,2%. В этот раз без нарушений. А где-то цены даже ниже допустимых. Продавцы отмечают. Раньше не хватало продукции в тетропаке, однако и большого спроса на нее не было. Сейчас же ассортимент на полках поражает. Больше всех постарались отечественные производители. На замену западным диковинкам пришли белорусские аналоги. Каждый депутат это потребитель. Он ходит точно так же, как все граждане покупают товары и продукты. И на сегодняшний момент, работая в округах, ежемесячно мы проводим такой мониторинг. Мы сотрудничаем с нашим управлением торговли Бобруйского госполкома. Проводим информирование, разъяснительную работу, совещания с субъектами торговли. Вся информация у нас размещается на сайте Бобруйского госполкома. Нормативные правовые акты, в частности, и постановление о регулировании цен номер 214. А это здание на интернациональной 76 знает едва ли не каждый. Аптека работает круглосуточно, соответственно, пользуется популярностью. Мониторинг касается и медикаментов. В сети фармации цены должны быть заморожены на 46 позиций. Все препараты в наличии. Стоимость 30 не изменялась с апреля, а где-то даже стала ниже. Лекарство для снятия раздражительности, например, подешевело. А вот сезонная микстура от простуды, наоборот, подорожала. Но в допустимом пределе. Видим, что ведется работа с поставщиками, для того, чтобы они снижали цену. Идет регулирование. Как глава государства обозначил, важно, чтобы была доступность товаров первой необходимости, в частности, и лекарственных препаратов. Для удобства в стране создан портал для сравнения стоимости товаров, где можно в любое время найти выгодное предложение. Но часто люди в спешке не успевают задуматься, где взять продукты подешевле. И тогда все карты в руки ритейлеров. Но их совести, как показывает практика, доверять не стоит. А вот кому отдать предпочтение – дело каждого. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.